Подвижная часть рамы переводится в движение с помощью гидроцилиндра. Загружаем модель цилиндра из интернета. Для этого на сайте производителя Parker находим необходимый нам цилиндр типа HMI. Открываем конфигуратор и вводим параметр цилиндра. Диаметр поршня 80 мм. Тип крепления сферический подшипник. Тип подключения R. Стандартный поршень. Диаметр штока 45 мм. Исполнение штока номер 4 с резьбой. Ход поршня 370 мм. Тип жидкости в цилиндре. И далее по примеру. Нажимаем кнопку Cut. Ждем пока конфигуратор сгенерирует модель. Выбираем формат Step. И открываем скачанную модель в Solidworks. Далее в том же окне выбираем галочку «Аксессуары». И в выпавшем меню выбираем проушину с эсферическим подшипником. Заполним ее номер. 165-260. Нажимаем Cut для аксессуаров и в таблице находим номер проушины. Скачиваем по ссылке и открываем. Открываем сборку цилиндра. Сохраняем ее как сборку Solidworks. Выбираем «Разорвать связи с компонентами», чтобы можно было редактировать под сборку. В открытой подсборке для удобства сделаем вид с разрезом и включим отображение граней. Чтобы сделать детали подвижными, выбираем их в дереве и нажимаем «Освободить». Далее с помощью соосности позиционируем шток. Чтобы ограничить ход поршня в цилиндре, выбираем дополнительное сопряжение. Выбираем ширина. Выбираем грани, которые ограничивают цилиндр и грани поршня. Ограничение выбираем «Свободно». Теперь поршень корректно движется в цилиндре. Далее откроем модель проушины и сохраним ее как деталь в Solidworks. И скопируем ее в сборку цилиндра. Изменим внешний вид детали, чтобы с ней было удобнее работать. С помощью сопряжений закрепляем и позиционируем проушину на штоке поршня. Как видим, шток с проушиной корректно перемещаются, относительно цилиндра. Скопируем и вставим сборку цилиндра в сборку транспортера. Закроем лишние детали, чтобы освободить ресурсы компьютера. Далее для нашей сборки нам потребуется подшипниковый узел SKF-SNL532. Вводим этот код в поиск Google и переходим на сайт производителя. Выбираем конфигурацию узла и формат модели. Solidworks. Нажимаем «Скачать» и ждем, пока сгенерируется модель. Распаковываем сборку узла в папку с транспортером. Вставляем узел и ориентируем его. С помощью сопряжений располагаем его на специальной площадке. Далее в дереве компонентов выбираем узел цилиндра и сделаем его гибким. Это нужно, чтобы сборка нижнего уровня была подвижной в сборке более высокого уровня. Откроем в новом окне узел цилиндра. Добавим вид с разрезом для удобства. Переименуем стандартную конфигурацию в «Цилиндр закрыт». Добавим новую конфигурацию «Цилиндр открыт». С помощью сопряжения фиксируем цилиндр в закрытом положении для первой конфигурации. Аналогично для второй фиксируем цилиндр в открытом положении. Теперь, переключаясь между конфигурациями, можно выбирать положение цилиндра. Разместим цилиндр на своем месте в сборке. С помощью еще нескольких зависимостей получим далее завершенную рабочую сборку транспортера. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok